Я приветствую всех прибывших на наше очередное рабочее заседание Российского комитета рабочих. Я приветствую вас на нашей Сормовской земле, на нашем Сормовском заводе, который отметил в июле месяце 150 лет своего существования, своей истории. Я желаю вам доброго здоровья и успехов в нашей с вами работе. Предлагаемая повестка дня. Я не голосую открыть или не открыть заседание. Это предоставлено нам, с сопредседателем Шашкаревым. Я еще раз повторяю, это рабочее, очередное заседание Российского комитета рабочих. Родился в Ленинграде в 32-м. В 42-м после смерти от голода матери эвакуирован. Детдом, ремесленная армия и 40 лет работы в Кузьмарсе. От слесаря и до генерального директора. Значит, товарищи, вопрос принятия нового закона о труде выходит на финишную прямую и ускоряется правительством Российской Федерации. В связи с тем, что обстановка, которая складывается на сегодняшний день в Государственной Думе, благоприятная для принятия антинародного закона о труде. Вы знаете, что ранее был то же самое, в благоприятной обстановке внесен проект закона, выработанный в Соединенных Штатах Америки. Я подчеркиваю еще раз, выработанный в Соединенных Штатах Америки. Внесен правительством Примакову в Государственную Думу. После того, как эйфория, охватив Государственную Думу, позволила 309 голосами пройти Примакову премьеру. И вслед за этим, то же самое, 300 с лишним голосом, ратификация договора с Украиной, который был представлен премьером в этот момент, давно лежащий в правительстве проект закона, изготовленный в США, был внесен Примакову в Государственную Думу. Дальше, вы знаете, события развивались. Внесен альтернативный проект, разработанный Рабочей Академией. И следом, когда увидели, что отзывы о правительственном законопроекте отрицательные, что-то среднее, но завуалированное и также проамериканское было внесено депутатам в голову. А это в октябре прошлого года. Последнее заседание комитета по труду той Государственной Думы принимает решение о том, что все три проекта вынести на пленарное заседание Государственной Думы. И при голосовании все это предложение прошло. Но второе предложение, что все три проекта рекомендовать Государственной Думе отклонить, не прошло в полном объеме. Прошло отклонить про правительственный Головский, а проект, который внесен депутатам в Алиане, значит, получил одинаковое количество голосов. И за, и против. И поэтому было принято решение, чтобы вынести решение на само пленарное заседание Государственной Думы. Решить пленарное заседание Государственной Думы, рассматривать этот проект, будет рассматривать. Решить не рассматривать, будет не рассматривать. В таком стиле, значит, в таком, вернее, состоянии не решило в прошлое Государственной Думы и руководству выносить на пленарное заседание. Потому что соотношение депутатов, относящихся негативно к этому проекту, однозначно не давало возможности прохождению резолюции об отклонении всех трех проектов. Таким образом, оставлено на новую Государственную Думу, состав которой, как вы сегодня знаете, из девяти фракций депутатских групп, семь правительственных. Из депутатов четыреста, около пятьдесят, по-моему, на сегодняшний день, кажется, ровно четыреста пятьдесят, значит, приблизительно триста двадцать, триста тридцать это правительственные депутаты. То есть, проект, который будет внесен в Государственный Дум, будет принят. Какой же проект будет внесен, на мой взгляд? Я считаю, что или просто замолчат все те три проекта, и не будут о них совершенно ничего не говорить, и вынесут новый проект, который мало, по сути, отличается от того, что было представлено правительством прошедшим, но по камуфляжу будет отличаться безусловно. Причем будут в нем даны, обязательно даны, такие пункты, которые возбудят аллергию у депутатов, и такие, которые были бы приняты, ах, это вот новый проект, он хороший проект. Сделано это абсолютно четко, потому что если рассматривать регламент Государственной Думы, то там происходит следующее. Значит, первая стадия, это первое чтение. Берется идеология проекта, голосуется. Значит, по сути дела, куда идти? На юг, на север, на запад или на восток? В основном, ну это грубо, я утрированно говорю, голосуется идеология. Какой взять проект за основу? Иванова, Петрова, Сидорова. Если один проект, значит, вот этот проект брать или отклонить, одно из двух. Значит, затем уже, по второму чтению, дается небольшое расстояние, месяц приблизительно, вносятся поправки к этому проекту. Поправки имеют, ну, право вносить, все депутаты Государственной Думы, а также законодательные собрания областей краев, президент и правительство. Вот четыре органа, которые имеют право вносить поправки. И вот поправками может этот проект намного быть измененным. Поправки эти рассматриваются комитетом, профильным комитетом, который ведет этот проект. И состается два, две ведомости. Первая ведомость, поправок, которые комитет рекомендует к принятию Государственной Думы. И вторая ведомость, это поправок, которые комитет рекомендует не принимать Государственной Думы. На пленарном заседании Государственной Думы втором, значит, выносится просто, председательствующий говорит, вот такой-то проект закона, вот давайте голосовать поправки, которые комитет рекомендует принять. Значит, у кого какие есть предложения. Отдельные депутаты говорят, прошу вынести на отдельное голосование такую-то поправку. Прошу вынести такую-то поправку. Эти поправки исключаются из общего голосования, остальные поправки голосуются гамосом сразу. 200 поправок или 300 поправок, сколько угодно. Проголосовали их, утвердили вот эти, которые рекомендует комитет принять. Дальше вынесены поправки, каждая голосуется отдельно. И вот тут-то отклоняются все те, которые не угодно большинству депутатов. Значит, на сегодняшний день, я повторяю, большинство депутатов за правительством. И все поправки, которые будут внесены, значит, и будут приняты комитетом даже, значит, но большинство посчитает их, понимаете ли, не надо пропускать, не будут пропущены. При этом может быть и хорошая мина при плохой игре, что-то я забыл, сохранена. То есть комитет пропустил, а Дума захрестила их. Вот такая может быть. Тем более поправка, которая будет не рекомендована комитетом к принятию. Значит, то же самое, такая же процедура. Значит, выносятся за скобки те, которые будут отдельными депутатами. Ну, например, Олегом Шениным вынесли. Прошу проголосовать нерекомендованную мною поправку 16, 18, 31, 95. Вынесли на отдельное голосование. Вынесут. Проголосуют все, которые приняты поправки. А потом начнут большинством голосов все эти поправки, которые Олег Шенин внес. Хрестить. Поправка номер 11. Олега Шенина. Кто за? За 15 голосов. Против. 380. Поправка номер 41. Олега Шенина. Кто за? 15 голосов. Против. 265. Предположим. И так далее. Ситуация такова, что это произойдет на сегодняшний день. Можно эту было бы ситуацию рабочему классу отстранить, если бы всеобщая российская забастовка. Вот в этом случае можно было бы устранить и дума бы встала перед дилеммой. А что же делать? За забастовкой революции. Или принимать, или каким-то образом видоизменять, но не столь нагло, как понимаете ли, этот закон подготовлен. А я вам скажу, отвлекусь. Некоторые говорят, что статья такая-то плохая. Статья такая-то плохая. Плохие не те или иные статьи. Плоха вся идеология закона. Идеология закона, представленного правительством предыдущего, и я уверен, что такой же будет новый, она позволяет судам полностью системно блокировать все права рабочих и переводить их на полностью капиталистические отношения. Ты мне враг, я тебя буду бить, потому что я сильнее тебя. И буду бить судебными решениями. Сегодня суды не могут прямо идти против рабочих, потому что предыдущий закон не дает это право. То есть суды вынуждены формально относиться сегодня к тем поступающим заявлениям рабочих в суды согласно того предыдущего дела. Сегодня будет идеология полностью направлена на то, что во суды все практические заявления рабочих, которые будут рассматривать, на основании статьи такой-то отклонить. На основании статьи такой-то отклонить. Идеология будет состоять в том, что рабочий в конце концов, понимаете, будет вынужден говорить, а к чему туда обращаться, против ветра нечего. Вот приблизительно такая, сама идеология будет именно такой. Теперь дальше, если рассматривать, мы не можем поднять, предположим, 40 миллионов на забастовку или 50. Реально смотреть надо в глаза. Но я считаю, такой орган, как ваш, обязан свое слово сказать, даже хотя бы ради того, чтобы через 5 лет, через 7 сказать, что мы же вас, гады, предупреждали, а вы же нас не послушали. Даже ради этого. Но не только этого. Предположим, если бы ваше сегодняшнее заседание приняло решение обратиться ко всем первичным организациям профсоюзов, всех профсоюзов, через головы их руководящих организаций, обратиться ко всем рабочим, статочным, завастовочным комитетам всех предприятий России, обратиться ко всем средствам массовой информации, которые себя считают левыми. Советская Россия, газета «Завтра», газета «Дуэль», газета «Молния», газета «Народная правда», их очень много, этих газет и тиражей, даже если считать некоторых по 10 тысяч, по 5 тысяч, в общем, составляет более 200 тысяч. Намного, если не брать даже Советскую Россию, которой 300 тысяч, и призвать, вам призвать от своего имени сегодня обратиться ко ним, что 1 мая, день международной солидарности рабочих всех стран, выйти на площади с требованием не пропускать правительственных зот в защиту зота трудящихся. Единственный лозунг 1 мая 2000 года «Руки прочь от рабочих России» должен быть. Вот это можно сделать, и время еще есть, и развернуться можно, если, конечно, разворачиваться. Вот таково положение, на мой взгляд, сегодня состоянием дел с принятием нового кодекса закона по труде. Значит, я еще раз повторяю, сегодня практически все не придают значения этому вопросу, через год будет громадный бунт в этом направлении, и может этот бунт свестись не к тому, что будет революция, и будет победа трудящихся, а к тому, что задавят трудящихся, и будет апатия лет на 10. У меня все. Спасибо. Вопросы можно в письменном виде задавать, можно так задать. Пожалуйста, если есть вопросы к докладчику, пожалуйста, я прошу вас. Нет вопросов? Спасибо. Слово представляется второму докладчику, действующему депутату, Шейн, Олег Васильевич. Два слова себе. Объединение рабочих профсоюзов защиты, сопредседатель Астраханской организации, сопредседатель Российской организации, депутат Государственной думы от Астраханского одномандатного избирательного обруга, который ходит с Астраханского областа. Очитывающие, ну, вы хорошо знаете, что проблем трудового кодекса правительство поднимает с 94-го года. Особенно интенсивными были шаги по принятию нового кодекса с года 98-го, когда вице-премьером стал господин Сесуев. И, наиболее, такая последовательная атака была предпринята в 99-м году, когда на патриотической волне, в севдо-патриотической волне, господин Примаков внес вариант кодекса законов по труде. В порядке небольшой репети хотел бы остановиться на двух обстоятельствах. Значит, первое обстоятельство, то, что обязательство принять новый трудовой кодекс входит в гарантийное письмо правительства России, Екатеринское, естественно, это потом распространилось и остальные кабинеты, а также Центробанка, ПИИ, Международный валютный фонд. Письмо, которое было принято в сентябре 98-го года, и на основании которого Россия ведет в лице господина Касьянова переговоры в западных странах по, соответственно, привлечению кредитов либо по оплате имеющейся долгу, то есть отбываясь. Второе. Нам удавалось, тем не менее, оттягивать принятие этого документа благодаря двум обстоятельствам. Первое. Это те протестные акции, которые проводил профсоюз защиты и ряд других левых организаций, в первую очередь, деньги на действие 24 апреля 98-го года, когда по ряду городов провели манифестации, запастовки, распространили десятки тысяч листовок. И второе. Это вот таких Орда, которая была в правительстве, пять кабинетов министров, которые сменились за последние два года, а также обстоятельства, связанные с выборами и невозможностью резкого ухудшения прав трудящихся в условиях постоянных избирательных кампаний в Государственной Думе и на постпрезидентах. Вот эти обстоятельства пыталась заручиться Федерация профсоюзов в лице господина Шмакова. Сейчас Россия последняя страна СНГ, где действует старое советское законодательство. В Казахстане, вы знаете, идет уже новый кодекс, чисто американский, где основа это ситуативное право, это контракты, это колдоговора, кто как с кем договорится. Введен новый трудовой кодекс в Белоруссии, где для любого работника может быть заключен срочный контракт. Такой срочный контракт, вы все хорошо понимаете, когда человек через полгода знает, что исекает срок договора с ним, и поэтому не может выступать ни за повышение заработной платы, ни за отмену незаконных выговоров. Принят новый кодекс на Украине, кстати, вот наша Федерация профсоюзов Российская решила пойти именно по украинскому варианту. А именно, были существенно ликвидированы права наемных работников, в том числе ограничено право на забастовки, в условиях, когда были даны гарантии Федерации профсоюзов Украины, как осколку ВТСПС. По тому же пути решила пойти ФНПР. В январе этого года ФНПР заручился официальной поддержкой Путина, высказанной им на Генеральном Совете Федерации, о том, что он готов создать некую трехстороннюю комиссию, убрать в сторону ранее внесенный правительством проект, и в рамках этих трехсторонней комиссии пытаться согласовать предложения официальных профсоюзов работодателей и правительства. Это обещание было дано публично. Однако в феврале, опираясь, видимо, на 60-процентные рейтинги, Путин настолько был убежден в своей победе, убежденность, она действительно под собой имеет определенное основание, что мы видели в конце марта, что он не только выразил ряд весьма интересных высказываний, в том числе о вступлении России в НАТО, но и в том числе решил ускорить проблему, связанную с принятием нового трудного кодекса. Вице-пример по социальной политике, госпожа Матвиенко, направил Путину официальную докладную записку с предложением ускорить принятие правительственного проекта, на котором, например, Владимир Владимирович, но жилой изолюцию. Да, ускорить нужное, и Путиненко поручается это сделать. По настоянию Совета Государственной Думы проект кодекса вносится на майскую сессию. Майская сессия начинается 16 мая и продлится где-то до середины июня, после чего будет, так сказать, определенный перерыв. Это как бы вводное. В настоящее время идет достаточно серьезная отработка в рамках Государственной Думы, в первую очередь на уровне руководителей депутатских групп и фракций, со стороны правительства. На рабочей группе, которая создана, в первую очередь по инициативе депутатов от ФНПР, очень огорченных тем, что правительство так вот их подвело, на рабочей группе правительство очень четко говорит, что оно не собирается менять свою позицию, свой подход и намеренно двигаться именно по тому варианту, который оно внесло, без каких-то небоупромежуточных путей. Какова основка сил? Я бы сказал, она немножко сложнее, чем может, допустим, представиться на первый пласт, потому что в Думе есть, на мой взгляд, три основные группы. Первая – это четко и проправительственные, примерно 180 депутатов, это «Медведь», это «ЛДПР», это «СПС», это «Народный депутат», охватывающие порядка 180 человек. Значит, для того, чтобы закон был принят, нужно 226 первых чисел. Что характерно, здесь имеется определенная консолидация, и даже депутат Иванов, единственный рабочий депутат Государственной Думы, избранный как представитель профсоюза «Единство», это «Сполк Соцпрофа», депутат «АвтоВАЗа», который поначалу выступал против правительственного проекта, и вот в розыном здесь справочном материале его подпись против правительственного проекта, она тоже имеется, сейчас свою позицию скорректировал и заявил о том, что если правительство пойдет на примерно 20 поправок внесенных его профорганизации, то он готов поддержать концепцию правительства. Ну, как бы за такую первую ступку, там, естественно, пойдут все остальные, поэтому здесь будет, видимо, консолидация, голосов очень плотные. КПФ и Аграрии внешне обещали в свое время, год назад, в том числе в известном соглашении Чулькина-Югана, трапезировать правительственный проект. Сложно сказать, насколько в этом ракурсе они что-то будут предпринимать. Внешне, скорее всего, будет идти работа на сглаживание правительственного проекта, но в первом чтении в мае месяце можно будет, значит, на них надавить, чтобы они как-то, значит, здесь все-таки свою позицию корректировали. Есть еще, в принципе, проправительственные, но не всегда подконтрольные Кремлю, выражающие некую фронту, блок ОВР «Яблоко региона». Значит, в чем там нюансы заключаются? Яблоко вносит свой собственный проект, проект «Голова», поэтому, если только они в силу ряда обстоятельств, в первую очередь, связанных с тесной связкой между Кремлем с одной стороны, допустим, Лукиным, Мизулиной, Степашевым с другой, если только они его не снимут, то в первом чтении Яблоко может проголосовать за свой собственный «Голоский проект», тем самым 30 голосов от правительственного проекта изъять. Отечество «Вся Россия». Вот сейчас идут попытки торга между ФНПР и Кремлем. Надо иметь в виду, что порядка одной трети членов группы Отечества, фракции Отечества, это представители ФНПР, Исаев и его, как бы, единомышленники. Той самый ФНПР, который додавливал за батарею в Кузбассе, в лице прошедшего Думы депутата Неверова, которая категорически сопротивлялась приглашению на парламентские слушания представителей Выборгского ЦБК, Исногорского завода, КМК и ряда других предприятий, но которая не менее беспокойна тем обстоятельствам, что Путин, разрушая, вот, даже намеки, на какую бы то ни было, оппозицию себе, собирается у них отнять 235-ю, 236-ю, кстати, собирается у них отнять фонды социального страхования, поэтому, вряд ли они вот на существующий проект правительственного кодекса пойдут и будут, видимо, пытаться отговаривать от него своих коллег по фракции. Значит, и регионы. Регионы, это одномоднатники, поэтому, если отшляется массированное давление на депутатов от региона со стороны избирателей, проживающих в этом кругу, то здесь определенная корректировка позиции возможна. В частности, очень показательно было голосование по пенсионному законодательству в феврале месяца этого года, где регионы, они пошли против правительства. Мы максимум, что можем выиграть, это выиграть весеннее голосование и оттянуть проект, вернее, принятие проекта правительственного законодательства за основу на уроке. Что это нам дает и как это можно сделать? Нам это дает полгода для заключения коллективных договоров с тем, чтобы через полдоговора постараться сохранить в тех организациях, где у нас есть наши крепкие позиции, базисные основы предшествующие трудового советского законодательства. Поскольку даже если будет принят новый экзот, но заключенных нами колдоговора будут сохранены и 35, и 2035, и 83, и другие статьи Кодекс законов о труде, в силу ситуативного права они будут продолжать действовать. То есть мы как бы свои силы от такого разгрома мы постараемся вывести. Нам здесь, конечно, каждый месяц он был бы очень дорог, очень дорог, очень важный. Ну и второй момент, как это сделать. После парламентских слушаний, не по правилам, связанные, были, кстати, во вторник, с применением ОМОНа СОВРА против рабочих при подавлении забастовок при разрешении. Я прошу прощения, Олег, извини, пожалуйста, мне Наталья хорошо рассказал. Я, например, в чашке поставил. Теперь ты так скажи, что ты собираешься делать? Вот я к вас к этому... Я не надо вот это... Ты болтаешь? Я не слышал. Я сразу... Прошу прощения. Что ты собираешься делать в Думе? Вот я сейчас как раз дальше к этому переходу. А ты воду льешь, льешь, Наталья он слушает уже. Значит, вопрос вводный. Можем ли мы побороться за мать? Я на этот вопрос постарался, что за мать побороться мы можем. Теперь продолжаю дальше. Значит, во вторник были парламентские службы, на которых были представители примерно 20 наших наиболее крепких организаций, которые мы организовывали. Это Ясногорск, это ВЦБК, это КМК, это Черниговец, это спецЖБИ, это ряд других предприятий, Красносторомов в том числе. Значит, были приняты решения, и сейчас эти решения, так сказать, мы стараемся дальше уже реализовывать. Следующий характер. Значит, первое. 17 мая 2000 года провести день единых действий против проекта правительства изменить код законов о труде. В качестве, скажем, вводной даты использовать 1 мая 2000 года по, допустим, перечню заданий. Что конкретно предполагается сделать? Значит, в рамках Государственной Думы это голосование того проекта, который был отработан Фондом Рабочей Академии, и, соответственно, всякого там фракционной прочей работы, которую в рамках данного совещания на никакого значения не имеет для детального обсуждения. В рамках внедумской деятельности выпуск порядка минимум 500 тысяч листов, исходя из квоты по 15-20 тысяч листов на территорию. Сейчас идет рассылка вот первые 50-60 писем вчера я направил из Думы с пакетом материалов на места справочный методический материал для товарищей по линии профсоюзов защита, вот по линии советов рабочих Александр Николаевич Николаевич здесь присутствует, он такую работу проводит, по линии соответственно Российской комитетной рабочих такая договоренность была достигнута с Дмитрием Васильевичем Егошиным, по линии профсоюза докеров Василий Иванович Шишкарев с ними должен провести соответствующие консультации, по линии других профсоюзов не входящих ни в защиту, ни в ФНПР сегодня завтра проходят совещание в Ленинграде, там от нас присутствует Козлов, он с ними проводит соответствующие консультации, ну и как задействуют советы других организаций. Типовый материал также рассылается во все левые газеты партии Роскомсоюза, а также близкие к ним, плюс такие газеты, как «Правда» и иные, которые вот список был определен на совещании 4 апреля. А еще далее, также в рамках вот программы единных действий, следующие предполагаются мероприятия. Но для начала это встреча с депутатами от территории, и вот, наверное, люди, которые, скажем, подъехали из регионов, имеют прямую возможность и необходимость повстречаться с теми, кто был избран от их регионов, от их территорий в Государственную Думу. И с ними на этот предмет переговорить и объяснить позицию рабочего класса в связи с проектом правительства принять Кодекс законов о труде. Такие же встречи необходимо привести с руководителями законодательных собраний губернаторами, потому что через Совет Федерации Кодекс потом так-то иначе будет приниматься. Также необходимо разослать справочные материалы во все районные областные газеты в средстве с докторами всем, чтобы обеспечить публикацию этих материалов или тех, которые вы, товарищи, сами напишите в местной печати, чтобы люди об этой проблеме знали. Также необходимо продумать сколько финансовых средств вы можете подтянуть самостоятельно исходя из цены 5-7 копеек за одну листовку при формате ее опять с оборотом. Если без оборотов, то есть примерно 4-5 копеек, то есть с одной стороны листовочка. Каждый может посчитать сколько стоит одна, тысяча, десять тысяч и так далее. Поскольку Совет Защита не может только своими силами подтянуть финансирование всей этой компании, здесь требует определенный сплачено. Сейчас такие кстати переговоры проводятся, наверное, сегодня смысл есть такой разговор провести. В рамках 17 мая предполагается проведение соответственно и забастовочных действий, пикетов и мунифестатов и так далее. Вот товарищ, который здесь говорил о том, что я не по делу говорю, я не знаю, как вы, а мы в Астахане всегда организовали против кодекса мероприятия. Мы проводили мунифестат численностью 500-700 человек в центре города и пикеты по 200-300 человек и упускали в стройке по 20-30 тысяч. И добиваясь того, что Астаханское областное собрание вначале голосовало за правительственный проект, а потом через две недели голосовало Геннагасов против правительственного проекта. И кто здесь болтает, а кто говорит, вот пожалуйста, послушайте по делам, а не исходя из своих как бы из-за личностных оценок. То, отчего докрылось как оригинальная организация. Значит, дальше. Предполагается на 17 мая вытянуть вот эту единую акцию. Создан сейчас соответствующий сайт в интернете. Проведены консультации с комитетом по поддержке в Международный комитет рабочих поддержку России базирующихся лондоне с тем, чтобы они как-то подтянули силы союзов европейских. Также с профсоюзом строителей США соответствующие консультации проведены и с инициативной группой, там есть Белянкин и некоторые другие товарищи, которые формируют соответствующий интернетский сайт, опираясь на как бы вот сети в США. США. То, что вот на сегодняшний день предпринято. Методические материалы все подготовлены, ну и вот надо соответственно задействовать и 1 мая и 17 тысяч салатом. Если сможем отыграть май, то мы на полгода этот вопрос сможем затянуть. Вопрос. А в принципе, что это даст? До осени оттуда, а так в следующем году принять? Вот на вопрос в принципе, что это даст, я в дать скажу. Значит, в принципе, это дало то, что 94-го года правительство не может принять этот кодекс. Вот именно и РКР и профсоюз защита, это единственная структура, которую этим делом занимались при определенной поддержке страны ряда левых политических организаций, не дали этого сделать предшествующие 6 лет. А вы считаете, что вы, если бы 6 лет назад мы так рассуждали, то что-то бы у нас было иначе в стране? Если бы у нас было 6 лет назад так, уже был бы новый кодекс. И уже движение было бы додавлено. Потому что при принятии этого проекта в течение двух месяцев реально может разгромить подавляющее большинство всех рабочих организаций в стране. Это факт. И нам каждый месяц это месяц свободной работы, это месяц структурирования коллективов, это месяц войны. Пропаганда и укрепление рабочего класса. Пожалуйста. Дубаков, город Держинск, рабочий. Предыдущий товарищ отлично все высказал. Оно совпадает с нашими взглядами, со всеми рабочими движениями и гарантиями. Это прозвучало, как я понимаю, объединение всех усилий левых. В Держинске недели полторы, две назад мы узнаем. За вашей работой мы следили, знаем. То, что товарищ, конечно, высказал, немножко я не согласен с ним в ваш адрес. Ввиду того, что любое сопротивление дает плюс. Но мы услышали про вашу организацию вот недели полторы, недели назад, что под вашим руководством организуется еще или партия, или движение. Хотелось бы, мы были возмущены как-то. Их у нас и так хватает в нашем государстве этих движений, партии-то. Нужно и мы приехали, я, наверное, думаю, что и многие другие, как раз объединить усилия, создать одну. Я с другой, например, партии, мы все вместе и были, одно. И вот мы хотели бы, что не со слов там, а вот вас. Что это? Или вы видите в этом плюсы какие-то, создав, или вы просто понаслышите, вот вас услышите. Что за... Вопрос ясен. Ну, я вот не коротко отвечу, мне нужно не по теми кодексов. Да, не по теми кодексов. Поэтому я отвечу очень лаконично. Да, действительно, создано движение за рабочую партию. Это как раз объединяющее движение, которое создано не, допустим, там, подъеды какого-то там одного-других человек, а это объединение примерно 30 разных организаций России, территориальных организаций, республиканских организаций, целью которого является именно сосредоточение и сплачивание разных на сегодняшний день марсийских левых рабочих групп в единое движение за рабочую партию. Не предполагается в ближайшее время как бы формализация этого движения и наименование его партии, поскольку партия должна вызреть вреда в класс. Предполагается и на самом деле это не получается делать, чтобы это движение оно способствовало координации единых действий по защите прав рабочих и по формированию как бы классового самосознания и, так сказать, по переходу уже к созданию единой мощной рабочей пролетарской партии. То есть это объединение наоборот 30 групп. Не создание какое-то новое, а объединение 30 имеющееся. Ну вы видите плюс. Ну конечно, если 30 групп объединений с радиоэкономентом... Что на данный момент существует, значит, это уже успелевает. Нет, нет, что-то... еще вопрос, пожалуйста. Не делать прерывы, помнишь. Еще, пожалуйста, вопросы. Нет вопросов? Переходим к премиям. консультант российского комитета рабочих Паков Михаил Васильевич, профессор экономики и права Санкт-Петербургского университета, президент Луна Рабочей Академии, главный редактор гадет и народной правды. Я хотел бы остановиться прежде всего на некоторых формальных вопросах прохождения проекта в Государственной Думе, которые должны быть всем совершенно ясны. Мы специально недавно, неделю назад приезжали в Думу, разговаривали со всеми практически представителями Комитета трудовой и социальной политики и, в общем, картину, которую обрисовала здесь, рисовали Дмурад и Олег Васильевич. Можем подтвердить, да, правительство собралось на последний решительный бой использовать то соотношение колоссов, которое есть, и использовать следующее обстоятельство. Правительственный проект имеет своего субъекта законодательной инициативы, то есть он никуда не девается. Оба субъекта законодательной инициативы, которые вносили один проект Фонда Рабочей Академии, то есть Тимурад Владимир Владимирович, а влияние и явно субъектом Голох, они являются в настоящий момент депутатами Государственной Думы и согласно рекламе, то их не собираются ни на комитет, который вы социальные политики приглашаете, ни на пленарное заседание Государственной Думы. То есть сегодня картина, так если представляете, как это будет выгодить, обсуждение на пленарном заседании, то она будет примерно таким образом выступить с закладом правительства, будет рассказывать какой-то хороший и замечательный проект. Доклад будет очень длительный, обстоятельный, с ответом на все замечания, которые были в адрес правительства. Мы знаем, как это делается, все будет красиво представлено, точно так же, как сейчас мы видим, что Путин делает красивые глаза и высказывает очень хорошо. в это время продвигается проект, согласно которому участники антитеррористических акций в Чечне решаются всяких льгот. Изумеченные люди с оторванными ногами и руками льгот не получат, а семьи, потерявшие кормильцы, тоже. И это вносится той самой Матвиенко, которая отвечает на социальный блок, и от имени правительства подписанный Путиным проект находится в государственной льгот. Точно так же, я думаю, на пленарном заседании будет красиво все обставлено, рассказано, как все будет хорошо, бабушки у телевизоров будут плакать от восторга, и никто по этому поводу против слова в качестве доклада не скажет. Вот как обстоит дело на сегодняшний день. Я полностью присоединяюсь к тому, что здесь говорилось, полностью присоединяюсь к необходимости создания максимальных акций, всех, которые только мы можем сделать. Я могу сказать, как вклад в общую копилку, что мы берем на себя обязательства решения Российского комитета рабочих по этому вопросу напечатать миллионным тиражом в Годице Народное право. И постараемся всяческую помощь оказать в этом направлении. И, безусловно, нам, я думаю, надо решение принять, потому что 17 мая единый, день единых действий, я думаю, поддержаны заводскими гудками, как это удачно проходило, и, я думаю, надо будет проделать снова. Я думаю, и докеры поддерживают это. Они сумеют организовать это в разных портах России, чтобы это действительно прозвучало, и чтобы это почувствовалось в Думе. Я думаю, что это вот то, что мы просто обязаны сделать. Но, я думаю, что все это будет иметь результат, если в Думе наш представитель, наш депутат выступит с закладом. Для этого есть на сегодняшний день единственная возможность, потому что, мы вели консультации со всеми возможными депутатами, в частности, фонд Рабочей Академии написал письма всем депутатам, которые хотя бы отдаленно могли рассматриваться как такие, которые взяли бы на себя задачу отстаивать проект фонда Рабочей Академии, одобренный Российским Победом Рабочих. Значит, я должен сказать, что некоторые, например, Иванов сразу прислали бумагу о том, что они поменяли свою позицию. Иванов сказал, что я теперь считаю, что действующие надо отставить. Ну, а теперь, как выяснилось, что и дальше пошло движение. Что и действующие не обязательно отставить. Можно и правительственные поправить, и все будет хорошо. Человек попал в государственную дуку. Значит, другие, как, например, Иванова, моя дипломница, я у меня на учебу выйду, была кандидатской. Она тоже брала на себя известное обязательство. Она уже в полетах по регионам, ей не до этого не до кодекса. Она, я думаю, приезжает, так сказать, в Покрессор Санкт-Петербурга, депутатской зоны, Пархает, и я думаю, что там надеяться нет. Вот, мы говорили с Шандибином, который однажды вносил проект с Васей Ивановичем. Поговаривали мы вместе втроем. Председатель Портового комитета российского процесса докера Александр Николаевич Моисеенко и Константин Васильевич Кридотов, который у нас был в свое время сопредседателем РКР, начальник консалтинга правового отдела, один из разработчиков проекта, Фонда Рабочей Академии. Василь Павлович сказал, да, да, конечно, хорошо, я после мая внесу. Конечно, после мая, конечно, это здорово, но какие-то обсуждения мы сейчас наметим. Поэтому, я думаю, что мы должны совершенно, так сказать, однозначно понимать, что на сегодняшний день, кроме Олега Васильевича Шейна, надеяться на то, что кто-то еще выступит субъектом законодательной инициативы, то есть напишет соответствующий документ Совет Государственной Думы, которым возьмет на себя ответственность за позитивную линию противоположного правительства. На сегодняшний день этого нет, и наша позиция сейчас сугубо негативна. Я хочу сказать, что если мы четыре года тормозили и принятие правительственного проекта, то это прежде всего потому, что мы не просто были в позиции негативистов, что мы, так сказать, противники реформы, противники перестроены, да, материк, которые все тормозят, ничего не дают. Если бы мы такую позицию занимали, нас бы давно уже сбросили, и было бы уже давно правительственное проект. Я думаю, здесь чем понятно, и было давно понятно в Российском комитете рабочих, что проект фонда рабочей академии в том виде, в каком он имеется, и та концепция, которая в нем заложена, на расширение профсоюзных прав, на расширение части трудящегося управления, на стимулирование отечественного производства в полном объеме, может быть принято, говорится, вместе с победой советской власти и к победе советской власти. Это нам всем было понятно. Но это самое мощное оружие для удержания действующего кодекса. Среди 22 проекта правительственной и голубки, это тоже самое, даже еще хуже, я думаю, что она и непромежуточной, если в правительственном 56 часов можно работать в неделю и все хорошее не облачивается дополнительно, то в Головском 60, и труд нам детей до 8 лет предполагается, я думаю, это широкая дорога для правового управления в публичных домах для малолетних. В Головском проекте он даже против этого и не возражал к существу, мы его видели сейчас в Ленинграде, он там пытался это отставить, он не прошел. Вот, если это иметь в виду, то, что противостоит этой концепции, и что здесь пока столкновения не на уровне тех или иных выражений, мы еще будем иметь возможность их много раз поправить, изменить, хотя я должен сказать, что хороших поправок и хороших изменений поступает очень мало, практически нет. Ну а мы такую работу ведем, целый перечень тех замечаний, которые могут быть использованы в газете поправок перед, наверное, к Васильевичу, у него есть, это вот такой достаточно пакет, и они ждут до спецовой час. Если удастся в первом чтении получить одобрение, то мы буквально в течение дней можем представить поправки к этому проекту, как и полагается в соответствии с регламентом при выходе на второй чтении. То есть мы к этому абсолютно сейчас готовы. Более того, какова расстановка сил мы смотрели в дух. Значит, там проект фонда Рабочей Академии, который до известного периода можно было рассматривать как вот только фонда Рабочей Академии, профсоюза защиты, профсоюза докеров и других профсоюзов, которые к этому присоединились, то есть профсоюзный проект. И даже по инициативе ФНПР с нами проведены были переговоры, Асинкин нас приглашал, и они тоже располагаются к тому, что надо выступать. И даже наш Ленинградский председатель нашей организации ФНПРовский Макаров недавно высказался тоже в поддержку проекта фонда Рабочей Академии, поскольку, так сказать, они подняли угрозу. А угроза состоит в следующем, что если пройдет Головский правительство и профсоюзом, ну делать нечего на предприятиях оттуда вышпорнут, или, так сказать, снимайте помещение вот за воротами на обычных коммерческих началах. То есть сегодня стоит вопрос так, выйти или не быть профсоюзным вообще. Я уже не говорю о том, что он против трудящих, а против рабочих, он даже и против профсоюзных функционеров. Их просто всех выкинут, кому будут нижние, нижние. Вот поэтому, поэтому, вас вынули. Вот поэтому я хочу сказать, что у нас получается. У нас получается, что на сегодняшний день за проект фонда рабочих академий и профсоюзов, за профсоюзный проект высказались. Профсоюзу, во-первых, всех направлен, в том числе и профсоюз Иванова тоже высказался и подписывал и поставил, что надо брать. И если он там что-то в Думе другое говорит, то документ у нас, который опубликован, и не раз говорит о том, что его профсоюз поддерживает. Профсоюз Горнибов тоже. То есть профсоюзы и свободные, и независимые, и демократические. Все понимают, что это единственная альтернатива правительственному ивановскому проекту. Они высказались за. Но это, тут сказать, половина дела. Вторая половина дела состоит в том, что 12 законодательных собраний, включая Астраханское, благодаря той работе, которая была проделана. 12 законодательных собраний высказались за данный проект. Если мы сейчас как бы оставим его в стороне и займемся только борьбой против правительства, но вот эту колоссальную победу, которую мы имеем, что 12, в общем, буржуазных органов. Ну, что такое законодательное собрание? Даже Московское областное собрание. Или Орловское Совет народных депутатов. Или Эл-Коррунтай Республики Алтай, Государственное собрание Республики Алтай. То есть органы, которые, в общем-то, никакого отношения к рабочему движению непосредственно не имеют. Они тоже понимают, что кодекс должен быть достойным цивилизованной страны. И мы не должны разрушить собственное производство. Если палата по правам человека, политического консультативного совета, при президенте РФ, куда мы приехали, думали, что там-то уж точно будет до правительственного правительства, высказал за то, что этот проект возвращает нас в 19-й век. 19-й век правительственные правительства. Это правозащитники, которые говорят, да вы что, вы создаете поле настолько правовое, что вы создаете ситуацию, когда все, что не делают рабочие, это будет, так сказать, нарушение закона. Значит, будет гражданская война. И это люди понимают, которые мало-мальски разбираются, не те, которые хотят перекосить из профсоюзных кресел непосредственно в правительство, Кагуаров, зам министра социальной политики, он вчера был профсоюзник, сегодня он там сидит. И другие там, видимо, поглядывают. Вот перед лицом такой ситуации, я думаю, совершенно необходимо, чтобы наш депутат взял на себя эту очень непростую задачу, ответственность, безотлагательную, внес в проект и получил бы тем самым, а не в лице его, значит, и российский комитет рабочих, и вообще рабочий класс России, получил бы слово на пленарном заседании. И вот, используя это слово на пленарном заседании, мы могли бы поставить ту единицу, к которой, приложив те самые действия, которые мы совершаем, и которые без этого, мне кажется, будут во многом нуле, мы получили бы вот тот результат, который сводился бы к следующему. Либо, ну, во-первых, я думаю, вот тот план, который здесь Олег Васильевич излагал, имел бы гораздо больший шанс на успех, когда на пленарном заседании Государственной Думы был бы развернутый доклад. Можно? Да, да, да. Дадим. Пойдем. Да. Это было бы значительное усиление, потому что на то и существует вообще Государственная Дума для рабочего движения. Она представляет собой российскую трибуну. И больше, в общем, ничего. Российскую трибуну. И надо эту трибуну использовать. Возможность такая есть. Еще. Хотя уже время. Я думаю, утекает непонятно, вот часа. Потому что сам процесс вот этого вот прижимления, потому что формально и официально имеется проект «Аллианик». Там, конечно, в числе разработчиков есть фонд рабочей академии, но есть и основания для того, чтобы Олег Васильевич мог выступить как субъект законодательной инициативы, поскольку он является руководителем Астракамского отделения фонда рабочей академии. А фонд рабочей академии официально разработчик. Поэтому каких-то таких формальных препятствий здесь нет, тем более вообще любой депутат, если он выцеберет на себя ответственность такую, он может выступать как субъект законодательной инициативы. Значит, если это успеть сделать, значит, для этого проекта не надо вновь посылать на отзывы, тем более любой новый проект, хоть правительственный, хоть еще какой-нибудь, а там я смотрю в комитете по труду и социальной политике, люди, которые эту школу не проходили, не представляют, что такое составить такой проект. Сколько времени это требуется, это требуется не менее полугода. И потом мы знаем, москвичей, они потребуют не меньше 60-80 миллионов на то, чтобы разрабатывать такой проект. Или они мечтают, что они разделят на кусочки и по кусочку напишут и все это слово. Но потом это пойдет в правовое управление Государственной Думы, в правовое управление Совета Федерации, в Верховный суд, в законодательные собрания, которые свои позиции уже определили. И поэтому об этот самый новый проект, который собираются наши профсоюзники, как бы заново слепят по-быстрому, а в нем будут вытирать ноги и макать в грязи рабочие профсоюзные движения. Поэтому вот те, так сказать, мечтания, которые там имеют место, самое прочное хождение в комитетах или в комитетах трудовой социальной политики и в кулуаре Государственной Думы, они, конечно, очень далеки вообще от понимания того, на как резко сегодня стоит вопрос. Что не надо начинать ведь такой вопрос, который тянет уже, вот как я уже говорил, пять лет, его, если начинать сначала, то, значит, будешь с гарантией развития. Кроме того, представим себе самую худую ситуацию. Выступает коллега Васильевич в докладном обедарном заседании, развращивает всю, так сказать, совокупность аргументов за концепцию, естественно, которые имеются в проекте. Выступает представитель правительства со всей силой раскрывается противоположность двух проектов, двух концепций подходов вообще к изменению трудового законодательства и проходит правительственный проект. И даже проходит во втором чтении. То же самое Олег Васильевич через месяц может снова внести тот проект, который мы отстаиваем, сделать в нем те самые замечания и изменения и те поправки, которые у нас уже накапливаются и которые мы можем принять у всех, по-сказому, понимают, что нужно сделать в области трудового законодательства. И мы эту кампанию начинаем сначала. То есть, поскольку мы прекрасно понимаем, что суть наших действий, прежде всего массовых действий трудовых коллективов, профсоюзов, но и в Думе мы должны эту линию постоянно вести, как говорится, мы должны веревку крутить, тертей мутить. И вот это мы должны постоянно делать. И никаких препятствий для этого нет. И поэтому, скажем, основание для такого упадничества, что вот, так сказать, ну пройдет и все, вот как только он дойдет, через месяц уже почувствует, когда поувольняют на предприятиях, и начнут выгонять метлой профсоюзной организации, вот наши уже действия массовые будут гораздо более широкими. И мы ту же самую постановку вопроса, которую мы сейчас делаем, еще более резко, еще более широко сможем сделать, еще более широко выступать. Поэтому я думаю, что это тот вопрос, трудовые права, по которому не может быть закончена битва, а по которому битва наша будет продолжаться до нашей полной победы, если я правильно понимаю. Я думаю, что надо на нее и настроиться, и вести ее, как говорится, не победим на этом этапе, значит на следующем этапе. Но мы настроены на тяжелую, там, долгую, длительную морю. Матрёв Славян Михайлович, рекоментировщик завода электромарши. Мы рады без него. Значит, это Михаил Васильевич замечание. Консультантам надо бы попозже выступать, потому что очень тяжело после профессора говорить. Я на что обратил внимание выступление двух наших депутатов. Вот анализ ситуации и анализ наших действий, которые привели к этой ситуации, я, например, с совершеншим не согласен. Не согласен как раз в том, что на первое место поставлены массовые действия в коллективе и так далее. Значит, я считаю, что все-таки базовые позиции благодаря которой остановили правительственный кодекс фактически на 4 года, это как раз то, что выдвинули альтернативный кодекс, вот, разработанный фондом рабочей академии и, ну, тогда еще процессов защиты в самом первом варианте. Вот. То есть, я считаю, что мы до сих пор шли по правильному пути, предлагая все время позитив, предлагая движение вперед вопреки тому, что предлагает правительство. То предлагает двигаться, правительство предлагает двигаться нам назад. Вот. И благодаря этому, благодаря этому, во-первых, значит, в Думе очень трудно возражать, когда говорят, когда предлагают что-то. Когда говорят просто нет, значит, ну, ты разговариваешь, но нет, и Бог с тобой. Так, второе, значит, вот этот проект трудового кодекса, который был предложен фондом рабочей академии, он сыграл определенную роль положительную, значит, в организации трудовых коллективов, формировании новых коллективных договоров, так, а борьба за его принятие, за его принятие, я обращаю внимание, не против правительства кодекса, а за его принятие, позволила организоваться, так сказать, коллективом в определенной мере, осознать себя, осознать, так сказать, свои возможности, свои силы. Поэтому я считаю, что предложение, значит, вот, Мраз Георгиевича, о том, что 1 мая сделать под единым лозунгом, только не против правительственного кодекса, все-таки, а давайте за профсоюзный кодекс. Вот руки проще от рабочего класса, да, я согласен, руки проще, это вот против кодекса правительственного. и 2-й, так сказать, лозунг, или 1-й, давайте посмотрим, который должен быть 1-й, 1-й, наверное, должен быть все-таки позитив. Значит, 1-й лозунг, значит, требования принятия профсоюзного кодекса о влиянии. Ну, а влияние, сейчас, сейчас уже, так сказать, и ведешь заблужение. Вдруг этот фонд-эклер сделает новый кодекс, что, и кто-то профсоюзный? Жаря! Нет, ты выскажешь все. Мы понимаем, о чем мы говорим. Мы понимаем, о чем мы говорим. У ФНПР нет и не будет кодекса рада понимать это. Благие пожелания. Ну, ты же понимаешь, ты работал с кодексом, знаешь, что это такое. Значит, первое, первый лозунг тогда у нас за принятие кодекса, разработанного фондом рабочей академии, чтобы избивались, а второй руки больше от рабочего класса. Это будет против. 17-го числа, вот здесь надо подумать, если 16-го числа, значит, первое чтение, первое заседание, может быть, не 17-го, может, немножко позже, когда информация о том, что там произошло, кстати, дойдет довольно внятно, потому что 17-го люди не будут еще обладать доставительной информацией. Или же, или же проводить это 15-го мая перед. Надо будет посоветоваться. потому что 17-го, это вообще такой пустой день получается. Информации достоверно нет, потому что телевидение с короговоркой это все проговорит точно, если проговорит вообще. Значит, мы должны делать шаг раньше, чем делают наши противники. Наступательную позицию наступать мы должны до того, как выступили они. работать на опережение. И возможности определенные у нас есть и со всеми мерами, которые мы здесь были предложены по организации этих действий я полностью согласен. Все, спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста. Потом Терафей представьтесь, пожалуйста. Маколаев Александр Николаевич, лейтенант для российского исполнительного Комитета Съезда Советов Рабочих, председатель первичной организации профсоюза защиты завода ГНПЦ «Звезда Стрела». Что бы я хотел сказать? Ну, первое, проект экзота хотел бы восстановить, так сказать, что на роде уже говорили, что Шандемин первый пытались через Шандемин навести. Я хотел бы напомнить, что все-таки много было сделано Григорьевым Владимиром Федоровичем, который внес первую, фактически внес и проехал. Потом-то ему раз Григорьевич уже внес. Вот такая подлез, следоваясь, потому что все-таки надо не забывать вот это мне правило. Значит, борьба стоит тяжелая и сложная. Значит, российский исполнительный комитет очень тяжелая. Борьба предстоит очень тяжелая. Ближе к делу российский исполнительный комитет поддержал инициативу профсоюза защиты. Значит, в 98-м году мы также участвовали в всесоюзной акции протеста. Я бы не сказал, конечно, что она столь масштабно прошла по телевидению, по радио, но вообще, как вы заметили, все блокируется. Все, что не нужно правительству, она отбрасывает в сторону, не показывается. Поэтому не видно и не слышно. Хотя в организациях по России прошло. Значит, много тут говорили, что неэффективны какие-то запросы. Я вот по тем делаю анализ тех прошедших акций заметил, что очень большое влияние оказывают телеграммы с мест, телеграммы протеста трудовых коллективов. То есть все вкупе взято. Не просто вот одни митинги, прошли митинги, да, вот мы организовали митинги, где-то организовали забастовку, где-то организовали собрание трудового коллектива, которое выслало на администрацию правительства, там, Российскую Федерацию, Государственную Думу, телеграмму о том, что мы не хотим принимать, допустим, не поддерживаем правительственный экзот, а поддерживаем экзот, разработанный фондом рабочей академии. Вот это очень здорово сказалось. На этом, я думаю, то же самое можно будет развернуть к этому 17 мая. Почему взял 17 мая? Во-первых, давайте так сразу возьмем, что 15, как я понимаю, ориентировочно. Это просто начало работы Думу. Да. Но она может быть перенести смещено и на 16, на 17, а может и раньше быть, понимаете? Поэтому тут очень трудно было привязывать дату. И вот мы, когда рабочие организации собрались и вырабатывали дату, мы смотрели где-то ориентировочно сначала, как только начнется сессия работы. Мы где-то сначала, вторая была, день недели, берешь, понедельник, торник, всегда четверг, пятница. Значит, понедельник, ну, люди приедут с работы, с обороны, с участков, где-то что-то, не соберешь, ничего не сделаешь. Поэтому это было перевесено на середину недели. Отсюда 17 мая возникло. Поэтому, говорю, это 17 мая не с потолка было взято, а именно предусмотрели все, практически. Ну, кому как с потолка, с кому как. Кому все. Вот. Ну, что еще сказать? Наверное, больше занимать времени не буду, в дальнейшем тоже и по другим вопросам выступил. Но, хочу также обратиться к рабочему, российскому комитету рабочих. По-моему, товарищ, надо ближе сближаться. И, хотел бы пригласить вас сразу на съезд российского исполнительного комитета, который будет проходить осенью этого года. Значит, два этапа. Один у Москвы, другой у Свердловска. К сожалению, мы не можем собрать со всей России по объективным причинам сразу в одном месте, потому что не поедут люди, как вот видите, здесь поближе, вот здесь вроде бы людей много, а в Сибирь ехать далеко. Поэтому, вот у меня предложение, значит, тоже принять участие в нашем съезде и подумать, обсудить на исполкоме, на рабочем комитете, тоже обсудить, как-то, чтобы нам более тесно работать и, наверное, может быть, даже слиться в одну структуру. У меня такое предложение. Как ваш называется? Российский исполнительный комитет съезда совета рабочих, крестьян, специалистов и служащих. Первым председателем был Дмитрий Егошев. Да вам давно надо быть вместе. О чем мы говорим? Давайте рассматривать вопросы. Ну вот все у меня в этом вопросе. Вопросов нет, как-то? Нет. Тимофей Евгений Петрович, город Ленинград. Нет, это мало. Это мало. Не работайте. А? Не работайте. Ой, слишком долго рассказываю. Так, докер, председатель цехкома, председатель совета рабочих города Ленинграда. Я думаю, что сюда собрались те люди, которых не надо убеждать. Им не надо говорить, какие там проекты, что несет, какие-то есть. мы собрались сюда для того, чтобы, я так думаю, что дальше делать? Что нам? Какой проект выгоден? Выгоден, естественно, в нашем, я называю проект этого влияния сегодня, а может быть, надеясь на то, что может быть, это будет проект об влиянии шейни. Хотелось бы надеяться, потому что, Олег, сделано огромная работа по тому, что, ну, уже не говорю о том, что разработали этот проект, о том, что этот проект напечатали, думы, собрания, и это все приняли, вот он, вот сейчас, вот он, для тебя, для твоей работы хватит того, чтобы внести думу, пройдет, не пройдет, другой вопрос, это уже от нас будет зависеть, как мы будем поддерживать тебя, тебе помогать. Здесь я не слышал того, о тебе, хотелось бы, ну, 17 мая, что это 17 мая, я правильно сказал, что толкает или взял, если 17 мая, если я, да, внес, вот 17 мая, будем рассматривать, это вы, поддержите нас, я бы понял, и по приезду к себе, и, конечно, начал багетировать, ну, это я не услышал от тебя, того, что тебе надо, и что ты хочешь, а вот именно, вот этот проект, он же, для тебя, такой колоссальный работник сделает, авторитет даст, перед, не тем, что всем рабочим классом, я думаю, что немножко, наверное, не понимаешь, значение именно этого кодекса, то, что думать о том, как я буду выглядеть с этим кодексом, не надо этого делать, делай свое дело, и все, вот по моему опыту, когда он тоже был депутатом, спасибо Михаилу Васильевичу, Золотову, который тоже наставлял, что надо делать, вот так и делал, и мои же враги стали со мной за руку здороваться, советоваться, потому что это, вот ты человек, принципиальный, что ты хочешь, я его не знаю, и так надо, и тебе надо действовать, чтобы по приезду, в понедельник раз, написал бумагу и внес этот проект на рассмотрение, и ведь тем более, Головский, правительственный, отрицательные это получили, получили на заседании, наш проект не получил, ни плюс, ни минус, значит, нормальный, то есть, ну, зачем ты меня убеждаешь? Потому что, потому что я от тебя не услышал ничего, я просто очевидные вещи, зачем о них говорить? не услышал, хорошо, очевидный, вот, после меня выйди, скажи, что ты готов, когда в десерт рассмотрение, думал. какую вы политическую работу будете? Я приправлю, что? Я приправлю, я приправлю, я приправлю, я приправлю, я приправлю, я приправлю, значит, в этом время, товарищи Тимофееву, вот к тому, чтобы мне внести, проехать, кстати говоря, разработку, которого я только, хотя небольшая участь, принял, вот, который я проводил через стаканское областное представительное собрание в прошлом году, в том числе, организовывая пикет примерно из 200 человек, заставив наших стаканских директоров проголосовать за то, что нам было нужно. Вот, я к чему не торопился, с тем, чтобы та страна, она не была предварительно спуганной, и чтобы та страна начала форсировать события. То есть, был определенный момент, когда можно было очистить на зачашку процессу. Теперь явно, что там идет форсирование событий. 20 апреля вопрос рассматривается, об этом говорил уже сегодня, на Комитете по труду и социальной политике, то есть уже Комитет будет один из трех проектов, какой-то, одобрять, не одобрять. Поэтому 20 апреля сесть на этот проект нашел. Ответь, Алан Терпас? Может, не запрещен? Всех говорим, мне будет подарок. Мне 20 апреля недорожение. Я передам это на Комитете, что у тебя есть и Материев, 20 апреля. Пожалуйста, представьтесь. Правосоюз единства акционерного обучения Таваска, город Тольятти. Я, Фурс, Сергей Александрович, представитель правосоюз единства с Комитетом. И заместитель представитель, что касается проекта законодательства, мы давно уже над этим работаем, и не одни, а вкупе со всеми свободами Просоюзов России, в том, всей кондерерации Труда Сибири. У нас очень большие огромные связи со всеми свободами Просоюзов России, шахтерами, и работа уже идет все равно. Поэтому я думаю, что мы вообще на своем решении приняли не менять трудовое законодательство. Нас и устраивало и старое. Оно было не хуже всех этих трех проектов. Даже лучше. Естественно, мы понимаем, что меняется трудовое отношение и очень большое желание администрации всех уровней сменить трудовое законодательство. Легче расправляться с рабочими движениями. К сожалению, я не могу констатировать тот факт, что рабочего движения, рабочего класса, к сожалению, торта начинается ростки, его нет. Что так является рабочим классом? Он является рабочим классом тогда, когда он организован какие-то цели и задачи. Когда его видно, плоды его работы, рабочий класс. Что касается Иванова, от меня было это услышано неприятно и Нова. Недавно я с ним встречался, но это где-то было недели летом назад, урывки в бане по стадиону и разговаривали, по-моему, позиции он своих не менял. Если это действительно так, я выяснил, что он сменял свои позиции, то он одна сторона завязан зависим. Поэтому мы заставим его сказать, что, скажем мы, я тоже являюсь помощником депутата Иванова практически, и он именно являлся председателем избирательного штаба Иванова, но в этом позже я буду говорить. И поэтому мы думаем, что тогда сам не дарьется активным помощником и тем депутатам, которые будут стоять против правительственного года. Я думаю, это так. Но я не хотел вынимать ваше время. Спасибо за внимание. Вопросы есть? Вопросы есть? Еще раз представьтесь. Представьтесь еще раз. Профсоюз Единства города Тольятти, акционирование автоваза. Число 3000 200. Вопрос есть. Есть вопрос. Ершов Сергей Константинович. Ершов Сергей Константинович. В чем работаете? Представь профсоюз Единства СКП. Вопрос есть. Вы работаете на автовазе. Да. Огромнейший коллектив. Вот такой вопрос. Мы здесь все будем говорить так. Все свои. Стесняться нам нечего. Вот я вам такой вопрос хочу задать. Что вы на заводе на своем сделали по распространению пропаганды профсоюзного кодекса? Что нибудь сходится там проведено что нибудь. Ну вы поняли вопрос. Очень хороший вопрос. Спасибо за этот вопрос. Я его ждал. Как раз у нас очень действующая организация и у нас есть свой печатный орган резограф так называемый. Есть три ксерокса. Мы знаем как вести реакционную работу среди людей. У нас во всех цехах распространяются листовки. нашего пошива. И поэтому мы работаем на нормальном уровне. Что касается жизни и работ трудящихся, вы знаете, что на авазе прошло около 5 избастовок. практически я недовольен конечно той еще работой. То, что сейчас средняя зарплата 4200, это я считаю мало. Это очень мало. По нашим подсчетам зарплата автовайд должна быть 10-12 тысяч в месяц. Это более-менее приемлемо и нормально. И это наше упущение, мы это знаем. но у нас под ногами в последствии тот профсоюз адресевой Шмаковский и он подписывает все соглашения, все договоры с администрацией и выдают это на конференцию другого коллектива. И очень удобный профсоюз, который использует администрацию вся под рукой. Они с ними идут этого договора. И очень многие завоевания, которые мы добились в забастовке, такие как 100% индексация была, если бы она до сих пор осуществлялась, как раз мы вышли на ту цифру 10-12 тысяч. Индексация была отменена только именно благодаря усилиям Шмаковского профсоюза. Сейчас они покушаются на завоевание пособия в отпуск. Оно оставляет ни много ни мало, помимо отпускных, зарплаты на 1000-100 рублей в этот по уходу в отпуск. Это дополнительные деньги, на которые человек может поехать к родителям и так далее. Там естественно родственники разбросаны по всему союзу. Какие завоевания остались по уходу с главного конвейера работник на более легкую работу он имеет право в течение двух лет получать зарплату главного конвейера. Даже если он идет тоже на ворот. И многие-многие завоевания были отвоеваны воздминистрация, но к сожалению потихоньку идет наступление на права рабочих. И вот чем более опасно принимать это законодательство, когда не сформированный рабочий класс для отхода, тогда действительно профсоюзов на заводе не будет и будет жесткое расправо с профсоюзными лидерами, которые очень много наставили администрации. Я бы хотел вас действительно не хочу призывать, а просто давайте каждый в отдельности будем работать в своих предприятиях своими родственными профсоюзами, общественными организациями, которые будут стоять на защите старого футболного контекста. Он нас устраивал. Спасибо за внимание. Пожалуйста, представься. Петро. Я попросил обладатель комиссии. Я понял. Петров Сергей Петрович, окрепостанковщик клуб, пролетарского завода. Внимательно слушайте. Обладатель комиссии отчет. Председатель рабочего комитета цеха, в котором я работаю. Подвольте мне доложить вам, что на нашем российском телерабочице работает мандатная комиссия количества четырех человек. Нижний Новгород, Сенков, Шишкарев, Москва, Ленинград, Петров, Кудрявцев, Нижний Новгород. По первому протоколу председателем мандатной комиссии Езбан Петров Сергей Петрович. Докладываю вам, уважаемые участники Российского комитета рабочих. Присутствуют делегаты с решающим голосом 15 человек, с обещательным голосом 6, приглашенных 11. Участники представляют города Псков, Тольятти, Астрахань, Владимир, Сочи, Дзержин, Псков, Горький, Москва, Ленинград. 10 городов. Делегаты делегированы профсоюзами 8 человек, советами рабочих, разного уровня 10 человек, советами дуровых коллективов трое. Представители рабочих профессий токаря, докеры, электрики, слесари, наладчики, сварщики. Всего участников Российского заседания Российского комитета рабочих 32 человек. Присутствуют преподаватели учебных заведений, корреспондент газеты Красная Сомова, депутат Государственной Думы, пенсионеры. Прошу вас уберить полномочия делегатов с решающим голосом в количестве 15 человек. Кто за это предложение прошу проголосовать? Опустите против. Нет, вы за запись нет. Подтверждается полномочию. Подтверждается. Можно это выставить? Да. Спасибо. Уважаемые участники Российского комитета рабочих. Еще раз. Петров Сергей Петрович, оператор, островковщику Павлитарского завода город Ленинград, председатель рабочего комитета, цеха, в котором я работаю, заместитель председателя среды рабочих Ленинграда, член профсоюзного комитета Павлитарского города. В течение пяти лет все здесь присутствующие вели огромную работу по внедрению нашего кодекса. И тут нам делить нечего, конечно. В нашем заводе было принято два решения. Сначала решение Совета Ругового коллектива о поддержке кодекса правительственного и потом решение правкома. Не сразу, конечно. И не просто так собрались и приняли. Конечно, нужно было вести определенную работу. Потому что на первом заседании два года назад один человек встал и сказал, что мы не знаем такого нового кодекса. И поэтому ему пришлось два года работать для того, чтобы принять решение профсоюзного комитета о поддержке кодекса. Понимают ли рабочие о той грозящей катастрофе, которая нам предстоит? Большинство понимает благодаря нашей работе. Благодаря тем документам, которые мы делали во всех городах практически в Москве, в Ленинграде, в Астрахе, в Горьком здесь. Вот такая замечательная книга, как концепция противоположности, которую принимал участие. Наши ленинградские ребята, Золотова здесь будет. Очень простой материал, изложенный как письменно, так и в табличной форме. Я прошу, у кого нет, попросите, может быть, нижнегородцы вам дадут вот эту книжечку. Да, хорошо. Значит, что нужно сделать? Конечно, здесь надо было бы почетче нам услышать от Олега Васильевича, о том, что будет делать Государственная Дума. Государственная Дума вроде бы должна голосовать за правительственную Курсию. Это понятно, она и будет голосовать. Я думаю, что нужно, и мы таких депутатов здесь видели очень много, и слушали их обещания, и все такое прочее. Меня, конечно, радует, что так четко, ясно заявляет депутат о том, что он несет и так далее. Каждая минута работы в Государственной Думе влияет на сознание самого депутата. Это точно. Поскольку мы бы там были несколько часов, мы убедились, что это в общем-то пустое мероприятие. Пускай не обижаются на меня Алипасиевич, бездельники в общем-то собрались, ядшие такие, и все такое прочее. Политические бомжи, и вот что-то типа поэтому нужно принять то, сделано трудовой коллектив, мы больше его уже может быть не сделаем до мая. Что касается 1 мая, конечно, надо выйти. Если там профсоюзы типа ФМПР, наши любые профсоюзы помогут, и этот лозунг будет первый о том, чтобы выступить за наш рабочий профсоюз на ходе. Акция протеста. Я представляю, что ему можно обязательно уточнить, согласовать это без спорта. Время. Мы представляем, что его можно провести в заводе в качестве митинга какого-нибудь. Обеденный перерыв или остановим проект воздуха. Потому что ситуация развивает очень судьбу. Спасибо. Товарищи, позвольте мне два слова по этому вопросу сказать. Я не случайно задал профсоюзу единство вопрос, что они на заводе сделали о организации каких-то слушаний, каких-то действий по кодексу, принятому, разработанному флотом рабочей академии. что было сделано на заводе Красные Собова. Конечно, мало. Мало было сделано. Чего бы надо было сделать. Но только как вышел текст нашего проекта альтернативного правительственному, который был напечатан один единственный раз в российской газете, я пошел к Жаркову, отпечатал где-то экземпляров 12 этого текста и раздал заинтересованным людям, чтобы они прочитали, познакомились с нашим и, значит, вот с правительственным взяли в газете. Вот у нас была здесь научно-практическая конференция по этому вопросу. Тогда еще четыре года назад и наш председатель юротдела Корягина ей, она здесь выступала, ей понадобилось всего два дня, чтобы сравнить концепции, подходы этих кодексов правительственного и, значит, фонда рабочей академии. Она вот с этой трибуны говорила, что эти, значит, кодексы, проекты кодексов отличаются, как небо, от земли. и все эти вот годы последние, мы все время работали над тем, ну, чтобы больше людей познакомилось с этим проектом. но, во многих случаях, мы просто наталкиваемся на стенку, ну, например, область софт-профт. Прихожу, договариваюсь, перед акцией, какие они проводились здесь, говорю, ну, давайте мне хоть три минуты дайте выступить по проекту нового кодекса, вы сами-то как? Значит, ни бе, ни ме. начинает выступать рабочему ссору, значит, не дают слов. Мы пошли по другому пути. Пригласили нашего консультанта Золотова, доктора экономических наук, профессора университета, чтобы он нам прочитал лекции по сравнительному анализу проектов трудовых кодексов, которые были внесены в Думу, то есть правительственный, Головский и наш, или так будем говорить, наш, правительственный и Головский. И вы знаете, очень интересно эти лекции проходили, задавали много вопросов, не одинаковые были реакции, например, в техническом центре, когда мы читали эту лекцию, в зале шум был такой, значит, что вы предвзято относитесь к яблочному так, к кодексу, было понятно, что там много, значит, приверженцев движения яблока. Да не может этого, говорит, быть, чтобы дети до 8 лет работали, имеют право работать, могут работать, но не больше 16 часов в неделю. Значит, Золотову пришлось, значит, доказывать там, да я тоже, говорит, думал, что это описка, думал, что это описка, но уточнил, нет, так и записано, дети до 8 лет могут работать, но не больше 16 часов в неделю. Значит, ну что здесь говорить-то? Вот здесь у нас присутствует председатель новой, избранной на конференции профсоюзной, председатель заводского комитета профсоюзов, Потапова Елена Федоровна. Вот, я вот к ней сейчас обращаюсь, я уже и раньше к ней обращался, эту работу по новому трудовому кодексу надо проводить в цехах, значит, ну проводить ее надо, надо дальше приглашать Золотова, надо приглашать, ну надо, еще мы пригласим кого-то, значит, ученых, которые не прочь с нами, значит, сотрудничать, ну надо же довести до рабочего класса, что нам готовят к правительственным кодексам, ведь сейчас в Думе кроме законопроектов о земле и трудового кодекса России больше нет важнее ни одного вопроса. То есть, это вот самые два таких вот значит вопроса. А мы никак не доходим до цехов, до рабочих, не объясняем им то, что нам значит, вот готовит Государственная Дума. я буду по второму, по третьему вероятному вопросу выступать, я вам скажу о Думе, какое у меня было впечатление значит, о сегодняшней Думе, я был на парламентских слушаниях. Пожалуйста, еще один выступающий есть? У вас 7 минут. Товарищи, представьте господа рабочие довозы Красной Сор проработали цехи СК-1 газорезчиком 54 года исчезли. Вот. Меркульев Борис Петрович. Что я могу сказать? Вот как рабочий, вот старый там кодекс, в котором я всю жизнь работал, все получал, все преимущества, все такое. Зачем это вот сейчас? Это вот гадость, как говорится, принимать правительство. Он говорит прочно, неужели я всю жизнь работал 8 часов, а сейчас, допустим, по их гадостью буду 16 часов работать. Зачем все это в Думе поднимать? Для чего? Если что не устраивает, но в старом кодексе, ну, добавьте, что хорошее, плохое уберите. Больше ничего. Не устраивает 8 часов. Капиталистов он устраивает, правильно, а рабочих просто для чего это? Время отнимает, неужели больше там нечем заняться? Все, выжили. Предлагается следующий проект постановления заседания Российского комитета рабочих по первому вопросу. постановления Российского комитета рабочих о продвижении профсоюзного проекта Трудового кодекса России. Вот так записано. О продвижении профсоюзного проекта Трудового кодекса России. Ну, может быть, неясно название. Разработанный фондом рабочей академии и профсоюзными проектом Трудового кодекса России, внесенный в Государственную Думу депутатом Павлиане получил поддержку Трудовых комитетов, профсоюзных организаций и ряда законодательных органов субъектов Федерации. В отличие от других проектах, внесенных правительством и депутатом Голова фракции Яблока, правомерно отвергнутых комитетом Государственной Думы по труду и социальной политике, он составляет основу развития трудового законодательства с учетом мирового опыта. Первый российский комитет рабочих постановил первое руководителю Астраханского отделения фонда рабочей Академии депутата Государственной Думы Олегу Васильевичу Шеину безотлагательно выступить субъектом законодательной инициативы по отношению к профсоюзному проекту Трудового кодекса, внесенную в Государственную Думу о Валерии и сделать доклад о данном проекте на пленарном заседании Государственной Думы при обсуждении внесенных проектов в первом чтении. Второе призвать к поддержке профсоюзного проекта фракции Государственной Думы рассчитывая на понимание всеми депутатами что правительственной и яблочной кавышка проекты возвращают Россию в области трудовых отношений в 19 век. Третье фонду рабочей академии к обсуждению во втором чтении подготовить поправки профсоюзному проекту Трудового кодекса Российской Федерации с учетом поступивших замечаний и предложений которые в достаточном уже количестве есть. Четвертое выразить поддержку профсоюзному проекту Трудового кодекса на демонстрациях в день международной пролетарской солидарности 1 мая 1 мая 5 трудовым коллективом и профсоюзным организациям накануне рассмотрения проектов Трудового кодекса на пленарном заседании Государственной Думы 17 мая 2000 года провести кратковременные остановки производства в поддержку профсоюзного проекта сопроводив акцию заводскими гудками. Шестое вполне использовать профсоюзный проект Трудового кодекса России при разработке коллективных договоров и выдвижении забастовочных требований председателя российского комитета Токарь-Сташин завода Красный Сорумов и Гошин Ноград Нижний Новгород 8 апреля 2000 Новгород Я четко прочитал проект постановления по этому вопросу Длинный довольно-таки вроде бы показалось но там четко все прописано как мы дальше предлагают поправки озвучили проект постановления других постановлений проекта нет давай примем его за основу и потом в процессе выступления будут поправки и так далее представим обсуждение его Я предлагаю другой вариант работы значит ставлю на голосование данный проект принять за основу потому что других проектов нет и может быть записать его запишем попозже наверное когда примем в целом тогда запишем как записать вот так вручную мы записываем вручную записываем да 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 за основу примем за основу примем а потом будут какие значит поступило одно пока предложение данный проект постановления заседания российского комитета рабочих применять за основу прошу проголосовать пожалуйста опустите кто против воздержавшихся нет поднимите еще раз мандаты и подержите 20 спасибо 21 21 отчет пожалуйста российского комитета уважаемые товарищи я хочу снова вернуться к нашему профсоюзному проекту действительно многие здесь знают его давно с ним работаем но я хочу сказать что опыт этих пяти лет обсуждения проекта анализа показывает что мы можем гордиться тем что фонд специалисты фонд рабочей академии профсоюза выдвинули такой проект можем этим гордиться потому что здесь отражено развитие трудового права не меньше чем за сто лет очень серьезно работали то есть выбрали кропотливо все лучшее что было в развитии трудового права России и зарубежного трудового права может быть не все но очень много их это лучшее все здесь фиксировано адаптировано или привязано к нашим конкретным условиям и все это не просто умный глубокий документ а еще документ который приобрел политическое звучание то есть вовремя все сделано и поэтому сегодня казалось бы такие силы столько депутатов такие голоса у правительства они как они не могут объехать вот этого проекта который стал крупнейшим политическим парком который уже поднял и полел за собой и объединил различные профсоюзы нам говорили да мы это и знаем прекрасно мы видели читали в газете народные правды за рабочее дело какая была массовая поддержка профсоюза в самых разных направлений то есть мы конечно вправе этим гордиться я думаю что и все кто причастен к продвижению этого проекта и кому предстоит озвучивать позицию нашей прибыли государственной думы могут испытывать эту законную гордость это первое второе никогда такие крупные документы выражающие коренные интересы рабочего класса не могут получить единодушное удобрение в обществе в нашем имя и не получат и поэтому я соглашусь что есть в думе такая способность такая обстановка существует когда на мозге депутата любого того человека ежеминутно действует атмосфера своеобразная начинает говорить да что это за проект причем с барским видом от ученых людей часто со степенями которые этим ограничиваются и говорят да это что да хи-да-ха между прочим больше эта сторона здесь присутствует без каких-то развернутых теоретических по сути выступлений и эта хи-да-ха начинает действовать я понимаю прекрасно Олегу Васильевичу приходится удерживать этот натиск и всем кто или не вести к меня присутствовал в парламентских слушаниях и это видел но я видел и другое Олегу Васильевичу рассказывал об этом и я тоже очень рад что мне посчастливилось выступать с сравнением этих проектов в трудовых коллективах в машиностроительном заводе на нашем крупнейшем на красном не только перед профсоюзом активом но и в цехах я вам хочу сказать душа радуется просто такая такая поддержка такое очень теплые отношения заинтересованное со стороны рабочих к нашему проекту такое явное непринятие проектов ухудшающих положение так сказать работников отбрасывающих нас в 19 век что просто душа радуется и если мы хотим получить хороший эмоциональный заряд то достаточно прикид цепь этот проделан рассказать об этих проектах и вас уверяю что все точки расставлены и что сразу наш проект будет хороший принят более одобрен поправки в письменном визе хорошо значит хотел бы вторая поправка значит я думаю ты Мурат Георгиевич не обидится все таки Григорьева надо тоже упомянуть потому что первое внесение был Корсаков Григорьев но Корсаков Василий вас знает он практически ничего не делал а Григорьев делал на 30 25 9 здравствуйте сзади Новости в начале выпуска коротко Глава Новая разработка авиазавода Сокол здесь каждый желающий может заказиться на транспорт 3-го тысячелетия 0-3 в нашу чтобы держать проект в трудовом воде с этими традиционный день астрономии отвечает а через матч Нижегород сегодня в учебном центре завода прошло наседание российского комитета рабочих Основной вопрос – ситуация с Трудовым кодексом России. В Невинокрад приехали представители 11 регионов и депутат Государственной Думы Олег Шейн. Интересная ситуация, сложившаяся на самом Красном Сорвове. Существует ли опыт противостояния собственников в других регионах? Ответ на этот вопрос в нашем репортаже. Который отборгский выборгского цивилозно-бумажного комбината не приехало. Ее выступление было запланировано третьим пунктом в повестке дня заседания Российского комитета рабочих. После многочисленных звонков со-председателя Российского комитета рабочих, токарь-расточника завода Красная Сорвова Дмитрия Егоршина, стало известно следующее. Они сказали, что мы просто отрезаны. Сейчас там около 200 ОМОНовцев на территории завода. Там купили просто рабочий класс. Буду я говорить о заводе Красная Сорвова, потому что мы, по сути дела, стоим на такой же точке. Делегат из столицы Александр Николаев вспомнил целый ряд предприятий. Фармакологический завод. Туда должен был прийти хозяин, значит, управляющий, по-моему. Тот, который развалил уже до этого по России два таких аналогичных завода. Поэтому рабочие возмутились и произошла вот стычка с применением милиции силы. Чем закончилось? А тем закончилось, что сейчас коллектив пока работает, там стоят, вроде бы. Необходимо законодательно изменить ряд позиций закон о банкротстве, некоторых других документов, которые позволяют предприятиям, буквально в смысле слова, расстраскивать так называемым собственникам. Изменить трудовой кодекс сейчас нужно по 2071 году предстоит в Думе. На сегодня имеется три проекта. Правительство, 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 правительство и внесёте в депутаты аккумуляции о влиянии. Последний вариант получил название профсоюзного. Его и решили поддержать на заседании. Провести кратковременные остановки производства в поддержку профсоюзного проекта, сопроводив акцию с заводскими утками. Делегаты внимательно записали решение заседания Российского комитета рабочих, чтобы рассказать о них дома. И депутатам фракции Яблока. Кавычки, скотки закрыты. Запитая. Вы посмотрите новости службы информации. Запитая. Запитая. Хорошие уведомления. Запитая. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok